Девушки отдыхают Иди, иди, иди Ты уже здесь, дружище Девушки отдыхают Вот так-то оно лучше будет Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Подожди Петр Сергеевич, вы здесь? Петр Сергеевич Петр Сергеевич Батюш Батюшки свет Петя, что с тобой? Зачем ты лег? Батюшки 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 Ничего не пропало у вас тут, Светлана Ивановна? Смотрели или как? Да что у нас пропасть-то может, Игорюк? Мы же не Ленинка, древности не хоронили. Ну да, ну да. Так, вот, значит, вам справочка для получения свидетельства о смерти. А хоронить кто будет? Родственники у него имеются? Нет у него родственников. Хотя, погоди-ка. Галь, он же нам телефон оставлял. Шутила еще. Светка, если раньше тебя помру, сделай милость, позвони в Москву. Он сам вроде московский. Да, да, московский. А я ему, ты еще, Петь, на моих похоронах простудишься. 59 лет ему было. Осенью должны были юбилей исправлять. Вот. Петиной рукой и записано. Известить Раису Васильевну Горбухину. И телефон должен быть московский. 495. Это ж Москва. Москва. Сейчас. Алло. Раиса Васильевна Горбухина? Из Юрьева, без покоя. Здрасьте. Старший лейтенант Калинин, участковый. Да, из полиции. Беда у нас приключилась, Раиса Васильевна. Да, он. Мы родной дядя, но мы сто лет не виделись. Да, понимаю. Понимаю. Конечно, я приеду. Диктуйте адрес. Да, да. Мичуринская, 8. А куда его? Я знаю. Эх, Петя Петя. Спасибо. Не знал я, что так и получится. Не знал. Товарищ генерал. Тело уже увезли в горбольницу. В морг. Сказали инфаркт. Собирайте группу. Есть. Лешка, да не сядем мы с тобой в провидение. Даже не думай. Там дождь. Боковой 8 метров с порывами до 15. С полосы снесет. На анадырь надо уходить. Слышишь? До угольного 400 верст с гаком. Не довезем геолога. Девочка, ты. Ты за меня не бойся. Образуется. Вода есть? Дайте. Дайте. Дайте воды. Воды дайте. Нельзя ему воды. Пусть терпит. Бухта, какой у вас прогноз по метео? Алексей Ильич, плохо. Слоистая дождевая, 10 баллов. С нижним 300. Ильё до полуночи. А видимость? Две тысячи. Принято. Принято. Саныч, у меня тут идейка есть. Леш, ну давай без идейек, а? Спокойно. Вы чего? Вам не надо здесь дождь, ведь возьмите. Томка! Томка! Куда понеслась-то? Ушла бы на пень хоть. Холост собачий. Доктор, а вы чего? Шли бы в машину или вон в диспетчерскую. Как вы думаете, сядет? Хабаров-то. На запасную идёт. Ланады. Алексеевич сядет. Даже не сомневайтесь. Выйдем из дождь и будет спокойно. Ни хрена не видно. Чуть ниже берём. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладня криком кричит. Ни яс, ни пьет, огнём горит. Злой дух болезнь принёс. Жена к матери везла. И на перевале не помолилась, к кайру не привязала. Хозяина горы рассердила. Сын на другой день болел. Тихо-тихо. Поговори с духами. Да, мой хороший. Попроси, чтобы они опростили моего сына. Тихо-тихо. Не виноват он. Это я виновата. В больницу не дам. Свекров сказала, живым не вернётся. Поговори, пожалуйста, с духами. Да единственное, кто ещё умеет с ними говорить. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Молоко есть? Есть. Идите духов кормить. Сейчас, мой хороший, сейчас. Тихо-тихо-тихо. А, а, что такое? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, ну, сейчас, сейчас. Пойду. Ну, вот. Мальчик мой, маленький, наконец-то ты приехал к своей тете. Фуфа, с днем рождения. Здоровья тебе и пусть все будет хорошо. Ой, немыслимые розы. У меня будет все хорошо, если ты будешь приезжать хотя бы два раза в год. Где ты пропадал? Почему тебя не было так долго? Ой, тетя могла умереть, не дождавшись. А Мара, ты подумал о Маре? Она вспоминает тебя есть нитроглицерин, как картошку. Это же надо думать. У нас такой маленький городок, а я тебя вижу только в день своего рождения. Ой, похудел. Вымой руки и быстро за стол. Я еще не готова, но чаем напоить смогу. Фуфа, я не хочу чаю. У меня совсем нет времени. Как? Опять нет времени? Сейчас нет. У меня встреча. Но вечером я приду, обещаю. Знаешь, как говорил дядя Сёма? Он говорил, обещал, не значит женился. Клянусь. Ой, не клянись, мальчик. А жениться я и не собираюсь, и не обещаю. Зачем мне жена, когда у меня такая чудесная тетя? Негодяй. Максим, имей в виду, будут все. И Натан, и Володя, и дядя Миша. А тетя Мара. Ой, ну как же без этой старой перешницы? Конечно будет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Полет музы. Пластическая композиция. Совершенно новый взгляд на современный театр. А при чем здесь эти головы? А. Театр. Искусство мертвых умников. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет. Это, пожежу, просто находка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Браво! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего у вас там случилось-то? Да медведь к поселку вышел. А там девчонка была. Осторожно. Геолог закричал. Катетеры Рингера приготовь. И давай будем. Делайте. Медведя на себя отвел. Ножку его и порвал. Ай! Хорошо наши охотники рядом оказались. Подоспели вовремя, отогнали зверя. Сереж, надо куртку разведать. С нами поедешь? Идем. А ты говорил, не сядем. Ох, Леша, Леша. Саныч, здесь не курят. О, постановление правительства и Государственной думы. Леша, там не читайло. На КДП рвет и мечет. Кто бы сомневался. Ну что, Саныч, потрепало вас? Ой, не говори. Ты на капот посмотри. Там дыра с кулак. Молния саданула, я думал. Кранты. В больницу нельзя? А подгузник, значит, можно? Ну, сейчас, сейчас, мой хороший, сейчас. Вот какой молодец. Какой хороший мальчик. Тетя, тебе в больнице не повезет. Тете и без больницы, все понятно. Посидел в кафе? Недолго. Принесите еще кофе. Угу. Откуда вы меня знаете? Всякий, кто так или иначе интересуется искусством, знает Максима Шейнерман. Меня зовут Елизавета Хвостова. Я коллекционирую Бакста. А вы самый авторитетный специалист по художникам мира искусства. С этим трудно поспорить. О чем вы хотели поговорить? Я собираюсь приобрести портрет. Владелец утверждает, что это Бакст, 902-й год. Кто на портрете, известно? Графиня Келлер. Портрет графини Келлер находится в Зарайском музее. Если, конечно, не украден. Все верно. Но дело в том, что Бакст написал два портрета. Два. Один действительно находится в музее, а другой в частной коллекции. И сейчас продается. Это маловероятно. Ну, чтобы это проверить, мне нужна ваша помощь. Вы сейчас свободны? Мы что, уже договариваемся? Господин Шейнерман, вы эксперт с мировым именем? Это все замечательно, но я работаю только по рекомендации. Как вы осторожны. Берегу свое время. Кого из искусствоведов вы знаете? Многих? Я составлю вам список и вышлю на почту. Если вы об электронной, то у меня ее нет. Можете прямо сейчас назвать несколько имен. Я должна согласовать с этими людьми право упоминать их имена в качестве моих поручителей. В таком случае завтра я буду здесь в это же время. Всего наилучшего. Мой сын. Умер. Твой сын спит. Ты умолила духа перевала? Умолила. А почему не ел? Почему не спал? У него зубы режутся. Так мать сказала, что зубы к лету будут. Ну, возможно, у него самой зубы к лету будут. А у твоего сына они режутся сейчас. Причем сразу два. Спасибо. Эй, я тебе привезу мясо, молодой баранины, сыра и самых тонких четыре овечьей шкуры. У нее первый ребенок. Первый. Богатырь. Иди к ней. Спасибо. Спасибо. Бей барабан. Бар король. Бей барабан. Бар король. Что-то не лезь. Указ мне тут тоже будет. Ой. Ой. Томка, куда? Бушлат надень, замерзнешь. Плевать. Ой. Привет. Здравствуйте. Не читай, а там? Там. Алексей Ильич. Чего? А хотите, я вам чайку сделаю? У меня плиточный, как вы любите. Спасибо, Том. Не надо. А еще у меня сало есть, настоящее, домашнее. Мне бабушка прислала. У них калача дом свой, там и куры, и кабанчик со свинками. Хотите? Ты мне сделай. Знаешь, как я сало люблю? Калач? Это что? А это город на Дону. Надо же. Не слыхал. Глухой номер, Томка. Сердце нашего героического пилота закрыто на замок. Ты фотку у него в самолете видела? Ты совсем охренел? Кто тебе позволил при таком боковом садиться? Пятнадцать метров поперек полосы. Ну так сели же. Повезло. Кореньков, а ну-ка иди погуляй. Иди, иди. Леша, ты мне это брось. А авиация это тебе не рулетка. Сегодня нам, завтра вам. Ты знаешь, что это такое? Руководство полетной эксплуатации самолета Ан-2. Правильно. А знаешь, что здесь половина кровью написано? Такие дураки, как ты писали. Посмертно. И здесь сказано. Боковой ветер шесть метров. Садиться нельзя. Так я же поперек полосы сел. Что? То есть как поперек? Перпендикулярно. А попутный до восемнадцати можно. С отклонением закрылков ноль. Леонид Леонидович, у меня тяжело раненый на борту был. Если б я на Анадырь пошел, я б туда груз двести привез. Объяснитель напиши, циркач. Алексей Ильич, вам телефонограмма пришла. Сказали, как Хабаров сядет передать. Велели записать и трубку повесили. Баркароль какой-то. Че это? Вы в курсе? Баркароль. Черная роза. Даш, еще буквально пару слов. Согласитесь, дискурсивные выставки малоэффективны. Вы считаете, они необходимы? Да, конечно, нужен личный контакт. Простите, а как же этика? Этика в современном мире – это эпицентр философской рефлексии. Идет процесс высвобождения субъекта и структуры дисциплинарного общества за пределами предусмотренных иерархий. Дашка, 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 это супер. Уйди, уйди. Это супер, подруга. Я сам не ожидал этого. Ой, ты такая, молодец. Да, я молодец. Давай, 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 защитим вас. Господа, пройдем. Не надо напирать. Господа, пару шагов назад. Пожалуйста. Милая, все журналисты в восторге. В сети будет бомба. Рамуэль. М? Да? Я устала. Понял. Делается. Дамы и господа, Даша же ответит на все ваши вопросы в формате дискуссионной площадки в интернете. Да, да. Когда? Как? А вот так. Мак. 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 А, черт. Что ж ты это неловая-то такая? Прошу прощения, я вам там цветочек уронил. Вот. Вы к нам? У нас тут библиотека. Да-да-да, я читать умею. Ну, в смысле, там написано, что библиотека. А вы, Светлана Ивановна, вы сейчас вместо покойного Петра Сергеича. Да, что такое? Я его заместитель. И согласно штатным расписаниям… А я, стало быть, Хабаров, из Министерства культуры. Из Министерства культуры? Так точно, из хозяйственного управления. Здравствуйте, Алексей Ильич. Галина Никитична. Ну вот, послали разобраться с вашими потерями. А у вас ведь потери. Какие потери? Ну, как же, какие. У нас, как узнали, что ваш директор умер, и что библиотека полночи нараспашку была, решили, что нужно на месте разбираться. Что с фондами? Что с единицами хранения? А у нас ничего не пропало. А вы уверены? Абсолютно. У нас все на месте, молодой человек. Так это же ведь меняет дело. Вот здесь актик подпишем, что убытков нет. И все дела. Только, а вдруг пропало? А вы и не заметили. Вы поймите меня правильно. Меня же послали разобраться. Смету составить на компенсацию. А я возьму и уеду. Вот вы завтра спохватитесь, а меня уже нет. Все, поезд тютюр. Ну, сами же знаете, с финансированием нынче туго. Второй раз могут и не дать. Так вы не ревизор? Да господь с вами. Ну, какой я ревизор? Совсем наоборот. Вот тут все написано. Координатор? Так точно. Координатор. Вот вы мне покажете ваши каталоги, фонды, карточки. Я посмотрю, как у вас тут все устроено. Сядем, покумекаем. Чего вам не хватает? Ну, и запросик скоординируем. Правильно? Или, может быть, вам ничего не нужно? Как это не нужно? Нужно. У нас вон фасады второй год не покрашены. Денег, говорят, нет. Вот и фасады покрасим. Надо же, какое к нам внимание в Москве. Так а сейчас ко всем библиотекам внимание. Потому как библиотечное дело народу самое необходимое. Толком-то никто работать не ведет. Как это не ведет? У нас вон Светлана Ивановна каждую субботу устраивает мероприятие культурное. У нас и писатели выступают, и художники даже. Ой, не знаю, решай сама. Я сейчас не в Москве. Я в Юрьеве, Тамбовская губерния. Ну как, зачем? Я же тебе говорила. Да, да. Мне нужно наетюды. Господи боже ты мой, откуда я знаю? Дыра дырой. А что я могу поделать? Провинция нынче в моде. Сельсоветы, крестьянский быт, мебель на черноземье. Есть пара денежных заказов на эту тему? Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас еще нужно посмотреть? У нас есть замечательная картинная галерея. Да какие пять звезд, я тебе умоляю. Анкета, пожалуйста. Чего? Анкету заполните, пожалуйста. Никита, скажите, а вы в школе учились? Да, учился. Ну, значит, писать умеете. Алло, да, я здесь. Да, конечно, ненадолго. Ты же знаешь, я могу находиться только в Москве. Ну, еще в Лондоне. Но тоже так себе. Там нормально только в сентябре. Да, точно, до сентября еще дожить надо. Ладно, все, чмоки. Целую тебя. Сдается мне, что все-таки вы писать не умеете. Почему умею? Ну, а для чего тогда вы тут стоите? Для красоты? У нас такой порядок. Гости заполняют анкету сами. Ну, давайте тогда изменим этот дурацкий порядок. Никита. И еще. Харчевня у вас имеется на вашем постоялом дворе? А то жрать хочу. Помираю. Весь дом-то он у меня снимал. Покойный-то. Хороший был мужчина, аккуратный такой. Платил исправно. Но, правда, вот за последний месяц не успел. Не волнуйтесь, я компенсирую. А вы ему кем приходитесь-то? Я племянник. Сын у моего сестры, Анны Сергеевны. Какая такая сестра, Анна Сергеевна? С рода-то у него сестры не было. Мама давно умерла. А? Звать-то тебя как? Максим. Ну, заходи, Максим. Ну, вот, Максюш, вот тут твой дядя-то и жил. Тут у нас кухня, там вон спальня. Ну, а прошу. А тут у нас зал. Жил он Азин, никто к нему не хаживал. Да, он, собственно, никого и не приглашал. Тишину любил. Все, работа свою работала, над книжками сидел. Мне бы документы его найти. Для похорон, чтобы оформить. Вы не искали? Не, я сюда даже и не заходила. Так что, где у него чего лежит, понятия-то не имею. Ты уж сам давай разбирайся. Угу. Угу. Ну, чего это ты останешься? Нет, я в гостинице. Угу. А то остался бы. Вот дяди помянули по-людски. Угу. Ну, как знаешь. Ну, я на огороде, если что, выйдешь Зою, покличешь Зою, стало быть, я приду, закрою. Только это, с крыльца зови, а то отсюда не докричишься. Спасибо. Пошла? Ну, давай. Ну, давай. Вот сюда. Проходите, пожалуйста. Угу. Да понял, я понял. В следующем квартале. Здравствуйте. Ясно? А ничего хорошего, мы в этом ждали. Пойдем с вами на ряду. Да, мы восьмой раз вам заявку подаем, а вы нас все завтраками кормите. Проходите, пожалуйста. Да. Ну, конечно, наш Юрьев, это же не Москва. Да, да я понимаю, понимаю, что мы не четвертое управление. Но и вы поймите, что люди болеют не только в Москве. Я. Мы. Вот сволочи, а. И что мне теперь делать? Нам новый аппарат УЗИ еще в прошлом году был положен. А они мне теперь про квоты, про лимиты. Я сто раз говорил, его было здравие. И на совещании у губернатора. А дело не с места. Так вы добиваетесь? Настаивайте. Под лежачий камень вода не течет. Да. Да. Джохана Азатовна, я все понял. Но не вполне уверен, что сумею обеспечить вам все условия. А мне не нужно условий. Просто проводите меня в морг. Я осмотрю тело и сделаю заключение. Заключение? Заключение. Так ведь есть заключение. Я полиции все предоставил, как полагается в таких случаях. Вы бы у них копию запросили. Вот копия. Я ее изучила. Вот запрос о проведении повторной экспертизы. Обращение на кафедру и мое предписание. Читайте. Так зачем мне все это надо-то? Мы что, напортачили где-то? Не, смерть не криминальная, сто процентов. Сердце остановилось. Чистая формальность. Понимаете, ваш библиотекарь дружил с нашим заведующим кафедрой. Когда тот узнал о его смерти, попросил меня уточнить причину. Понимаю. Моя задача подтвердить ваше заключение, а не опровергнуть. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как заброшенный сад. Был на женщины зелье падки. Разом нравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Паш, я домой пойду. Скучно тут у вас, надоело. Давайте. Только ты давай недолго, я уже скучаю. Пока, мальчики. Легкий стан, если б знала ты сердцем упорным. Как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, я б стихи бы писать забросил. Только б легкой касаться руки. И волос твоих цветом восемь, я б навеки пошел за тобой. Хоть в своих, хоть чужие дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Вы мне Сапковского еще на той неделе обещали. Нет у нас Сапковского, дружок, на руках еще. А экспансию вернули или тоже нету? Кабинет директора у нас внизу, а здесь вот фонды. Все в строгом порядке и по алфавиту. А электронные каталоги у вас есть? Есть, а как не быть. Хорошо. Ой, только они не полные. Все, руки никак не доходят. Да и компьютеров не хватает. Галя, Семенова принеси мне экспансию. Первый том. Ага. Я уже здесь год почти работаю. Все никак не могут оснастить читальный зал. Воз и ныне там. А, вы бы в министерстве поговорили? Решим вопрос. Правда? Правда. Ой, спасибо. Галя, подойди. Распишись. Что ты возле него трешься? Тебе делать нечего. Напишет в Москве, что у нас штаты раздуты и сократят всех. Держи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Девушка, подождите. А то вы сейчас свалите, я вас потом полдня ждать буду. А, что у вас тут имеется? Угу. Не густо. Рюмку водки, томатный сок, салат столичный и солянка. Угу. Смотри, глаз с нее не сводит. Лучше бы обед свой люкс заказала дура. Паша ее в покое не оставит. Угу. И подруга его, Вероника, уехала. Спасибо. А ведь ты же, Котяра, все видел, да? Не спешно, тонкой струйкой понемногу, здесь время словно ржаво. Ого. А что, пахнет неплохо. Да. А это что, перец? Да. Чили? Нет, обычный. Меню оставить? Потанцуем, Кисонь? Не один танцуй, Зарь. Да ладно тебе выделываться. Потанцуй. Че, жалко, что ли? Ты отдыхаешь. Мы и с ребятами отдыхаем. Давай, не выделывайся. Я не хочу танцевать. Я есть хочу, Зарь. Улавливаешь? Не улавливаешь. Вали к своим ребятам и скажи, чтобы они выпили за мое здоровье и за мир во всем мире. Высыпаю я солью. Высыпаю я солью. Ну, че? Костян. Что там будет? Не дай бог. Ух. О, второй пошел. Может, охрану вызвать? Погоди. Че бузишь? Круче всех? Давай, поласкивай весь, Ладуль. Пошли потопчемся. Поговорим, как люди. Отвали. Язык попридержи. Шалава. Клиента пасешь. Я твой клиент. Я сказала, отвали. Я тебе нормально говорю. Двигай в номер. Я плачу. Тихо, тихо, тихо. Стоять. Ваш светлый миг, что здесь зовется воля. Вот даю. Ты прости меня, мама. Ложку чистую принесите. Эй, слышь, видишь, намусорили там. Пойди приберись. Ну, что ж, девушки, порядок у вас образцовый, любо-дорого смотреть. У меня на все про все дня три. Вы мне местечко организуете потише, и я приступлю. А вы спокойно работайте, на меня внимания не обращайте. А хотите в читальный зал? У нас там тихо и места много. Нет, мне бы вот лучше в кабинет Петра Сергеевича. Как вспомню, как он там лежал. Светланочка Ивановна, не волнуйтесь, не нервничайте, вам же нельзя. Что, вот прям там и лежал, да, в кабинете? Прямо устала. О, да, дела, дела. Ну, ничего, у меня нервы крепкие. Это воображение напрочь отсутствует. Ой, ну, пойду пока покурю, с вашего позволения. За пятнадцать метров от входа, пожалуйста. Само собой. Не обращайте на него внимания, как же. Галь, помяни мое слово, по мою душу он приехал. Московского директора нам поставят. Да как же это так, Светланочка Ивановна? Да лучше вас к кандидатуре нет. Светланочка Ивановна. Ура! Неплохое начало. Джо… Только без восклицаний, пожалуйста. Ты цел? Я цел. Ты откуда взялась? Совпадение. Была в морге, шла на базу. Пулю достанешь? А ты номер мотоцикла заметила? Нет. Плохо. Что, пуля на вылет? Джо, а я рад тебя видеть. Ты знаешь, я хотел тебе сказать… Поговорим на базе. Нас не должны видеть вместе. Джо, если ты собралась… Ха… 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 Ха, ха… Ха, ха… Ха! 우반 Продолжение следует... Продолжение следует... Ку-ку! К вам можно? Проходи, проходи. Я сам только приехал. Здравствуй, дорогая. Привет. О, Джохан, ты с нами? Как видишь? Класс! Чай будешь? Да, конечно. От твоего чая только дурак откажется. А тебе, Макс, конечно же кофе? Если можно. Прости, просто у Джохан лучший чай в мире. Ну, здравствуйте, господа. Лёха! Привет! Полтора года не виделись. Он вообще не изменился. Ну, постарею. Да нет. Здорово, Алексей Ильич. Здравствуй, Макс. И мы снова вместе. О, началось. О, стоять, стоять. Садись. Будем на тебя любоваться. Да нет, любоваться будем на тебя. Даша Жу. Московская знаменитость. Ты видел? Нет, реально видел? Ну, конечно, видел. Репортаж о новостях. Ага. Этика в современном мире. Это эпицентр философской рефлексии. Это эпицентр философской рефлексии. Это просто успех. Успе-ши-ще. Да. Твоя идея. Отчасти. Да, это все он придумал. Мне бы в голову никогда бы не пришло. Художник — это тактик, который, просчитывая медийную и рыночную конъюнктуру, осуществляет владение личной властью. Ну, неплохо. Макс, твой кофе. Чай готов. КОНЕЦ Итак, что мы имеем? Петр Сергеевич Цветаев, бывший сотрудник особого отдела ГРУ, убит. Как его убили, Джо? Отравили. Повреждений на теле нет, следов борьбы тоже. Внешние признаки указывают на сердечный приступ. А если правда сердце? Я нашла след от инъекции. Где? В стопе. Ему подложили что-то в ботинок. Кошмар. Пробы я взяла. Надеюсь, что после анализа будет какая-то конкретика. Не затягивай с этим, хорошо? А обувь? Осмотрела. Следов нет. Макс? Я после Дашки. Джо, там кофе еще есть? Сиди, я налью. Не-не-не, надо варить. Остывший кофе не пьют. Остывший кофе выливают. Даша. А я что? Я все сделала. Неизгладимое впечатление на местного пахана Павла Лемешева, он же Паша Суета произвела. Молодец. Теперь надо с ним познакомиться поближе. Убийство Цветаева готовили. Возможно, кто-то из его шестерок что-то видел, или слышал, или знает. Есть, сэр. И будьте осторожны. Местный осведомитель сообщил, что на Лемешева со дня на день готовится покушение. Когда точно неизвестно. Не исключено, что оно вообще не состоится. Но сбрасывать с счетов эту информацию не стоит. Если Пашу убьют, придется выходить на его заказчика. А кому он нужен? Он гостей из Кавказа прижал. А у тех полное единодушие с ростовскими, которые давно хотят его подвинуть. Ага, ясно. А если что, вмешаться можно? Мне потом суета по группе жизни обязан будет. Смотри сама. По обстоятельствам. Только местным колоритом особенно не увлекайся. Город маленький, все на виду. Наш шеф, конечно, страхует здешнюю полицию, но до поры до времени. В любом случае, стреляй пореже, взрывай платежи. Леша! Ты самый лучший в Пусе начальник. Ой, все-все-все-все. Так, теперь моя очередь. Спасибо. В доме Цветаева были посторонние. Искали закладку. Как ты это понял? Цветаев оставил ловушки. Некоторые из них сработали. Какие ловушки? Например, в лампе был спрятан мелкодисперсный краситель. Таким обычно метят деньги для взяточников. Если лампу двинуть, он цепится наружу. Весь стол был в этом порошке. Квартирная хозяйка? Маловероятно. Она бы все ловушки собрала, а осмотр был сделан очень аккуратно. Гости почти не наследили. И, судя по всему, закладку не нашли. Почему? Потому что меня стреляли. Спрашивается, зачем? Если убийство Цветаева обставлено как естественная смерть, значит, светиться им резонно нет вывода. Цель не достигнута, и я конкурент. Ты знал Цветаева лично? Один раз видел. В Москву он приезжал, нас знакомили. Разрешите, товарищ генерал? Да, Леш. Проходи. Знакомься. Петр Сергеевич Цветаев. Мой друг и наш старейший сотрудник. В отставке. Хабаров. История давнишняя. Петя, давай начнешь ты, я дополню, если что. Леша, а ты садись и внимательно слушай. В девяностом к нам пришла информация, что в составе командного аппарата разведки находится завербованный западными спецслужбами штатник. Отделу, которым я тогда командовал, дали задание его вычислить. Операции было присвоено кодовое название «Тролль». И знал о ней только ограниченный круг людей. Нельзя было допустить малейшей утечки информации. Больше года мы собирали данные, анализировали, вели наблюдения. И в итоге сузили круг подозреваемых до пяти человек. Только когда мы были почти у цели и вычислили предателя, оказалось, что все это теперь никому не нужно. Граждану Васильевичу, в ночь с 18 на 19 августа 1991 года остранен под власть законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это остранение, мы не имеем права реакционным антигенституционным переворотам. Союз рухнул, в спецслужбах начался раздрай. Ну, не такой, как везде, но все же… Да ладно, Антон. Никто не понимал, что будет дальше. Это точно. Кое-кто даже считал, что оперативную информацию по нашим нелегалам нужно передать в ЦРУ. Дескать, железного занавеса нет, они теперь наши друзья и весь мир одна большая семья. Одним словом, был риск, что наши наработки станут известны той стороне. Поэтому я принял решение уничтожить основные документы по троллю. Но перед этим я их переснял. А микрофильмы спрятал. Надежно спрятал. У меня оставалась надежда, что рано или поздно они окажутся востребованы. Однако руководство менялось, тема тролля стала неактуальна. Да ты знаешь, что я с тобой за это сделаю? А новый шеф предстоятельно рекомендовал мне забыть о ней. От тебя мокрого места не останется. Я тебя сгною. Ты у меня пойдешь к улице без нее. Я уволился из органов и покинул Москву. Ну, короче, так бы и забылась эта сказка, если бы на днях в Штатах не помер один из посвященных в нее деятелей. Мой бывший сослуживец рванул на запад в 90-х за лучшей жизнью. Его архив стал достоянием журналистов, а там упоминание про тролля. И казалось бы, дела давно минувших дней, но американцы архив изъяли и запретили его публикации. А это означает, что не все узелки 30-летней давности перестали быть актуальными? Микрофильмы здесь? Нет. Я инициировал новое расследование, и в полном объеме в него посвящены только два человека. Я перепрятал пленки. Место известно только мне. Получается, мы ищем микрофильмы? Да. Прикольно. Мне сообщили, в случае нештатной ситуации, к делу подключат нашу группу. Тогда все сходится. Сейчас я вам покажу, что нашел в доме у Цветаева. Там весь стол был завален кроссвординг. Разгаданы не все. И сверху лежал этот. Вот. Читайте. Двенадцатое по вертикали. Ага. По вертикали. Уроженец Львычегодска, покоритель даурских семей Хабаров. Это я. Я думаю, в кроссвордах зашифровано послание. Да, и расшифровка займет время. Шифр может оказаться нетривиальным. Или очень простым. Так. На завтра диспозиция такая. Даша, работаешь с криминалом. Джо, разбираешься с ядами. Макс с кроссвордами. Я с библиотекой. Сегодня отдыхаем. Ну что ж, пойду подышу свежим воздухом. А то все. Кабинет, кабинет. Если за ним следили, дело плохо. Можем не успеть. Не болтай. У нас есть дело, мы должны его сделать. Угу. Конечно, ты же у нас всегда права. Как-то я забыл. Ребят, ну не ссорьтесь. Так, я в отель. Общение, как обычно, только на явке? Естественно. Телефон-то выдали только тебе. Это не телефон. Это экипировка, балда. Позволь. Молодец. Так, начинайте. Позволь. Будьте поцелевый, а ты для него пройдешь? Позволь. Позволь. Звучит ща! Позволь. Продолжение следует. Никита, а зачем вам столько часов? Что? У вас часы за спиной. Показывают время в Лондоне, Москве, Париже и Токио. Зачем вам столько? А, ну, у нас бизнесмены бывают. Часы установлены специально для их удобства. А, время в Токио. Бизнесменам Тамбовщина необходима, как воздух. Ну, у нас много разного народа, и иностранцы тоже останавливаются. Угу. Столица переезжает в Нью-Васюки. Спорим, не знаешь, откуда цитата? – Здравствуйте, Вероника Анатольевна. – Здравствуйте, Вероника Анатольевна. – Солярий свободен? – Да, свободен. Прекрасно. А что это за русская красавица? Ой, нехорошо, как получилось. Ай-яй-яй-яй. Вот. Да что ж вы его несчастного роняете все время? Простите, великодушный неловок. Ну, вот ноги как-то сами зацепились. Ага. Извините. Благоуханный май воскреснул на лугах, и пробудилась Филомена, и флора милая на радужных крылах… Вот вы давеча замечание сделали, что у нас работа не ведется. А у нас сегодня открытый урок, между прочим, знатные люди нашего края. Не все сразу так, ну… Здрасте. С писателем Мурашевым и Белкиным даже представитель Гаранова пришла. Светланочка Ивановна, вы бы воздержались от открытых уроков? Нет, правда, у вас тут человек на днях умер, а вы тут детей водите. Не ко времени это. Я и не подумала. Дети ведь. Вот именно. Давно урок начался. Да уж минуты. В девять начали. Стало быть, сколько? Знаете, что? Цветочек поставим, я пока за тортиком сбегаю, а да, посидим, чайку попьем, а вы пока детей проводите. Да, да, да. Хорошо. Девушка, вы зачем это? Не надо вот поснимать. Девушка, вы зачем это? Не надо вот поснимать. А я здесь хочу. У нас свободная страна. Ты что, совки не понимаешь, что ли? Вали отсюда. Сейчас выйду, пошли надую. А я полицию вызову. Ты что, дон что-то совсем? Заткнись. Убиваю! Ты что? Помогите! Да заткнись ты. Помогите! Ты что? Э, э, ты что, девушка, ты что? Вставай давай, вставай. Девушка, девушка, ты слышишь меня? Нет? Глаза открой. Степа, ты что тут устроил? Ты что? Ты охренел? Проходите, граждане, проходите. Все нормально. Башка, я ее пальцем не трогал. Она начал снимать. Я сказал, нельзя. Она начала кричать, гадом буду. Барышня, барышня, вставайте. Башка, дома ее тащи. Не понял, шеф. Девку, говорю, сюда, быстро. А то вы сейчас тут полгорода соберете. Понял. Степа, в дом ее. И шевелись давай. Девушки отдыхают. Пойдеся. Спасибо, господи. Благодарим. О, какой пес. Здравствуйте. Дедушка, как зовут вас? Как хочешь, так и зови, мил человек. Друганы дядь Сашей кличут. А его как звать? Да никак. Кому он нужен? Еще звать его. Прибился вот, да не прогнать. За ради Христа вместе со мной просит. Ну и пусть просит. Я гнал, ну, не идет. Да и не мешает он никому. Лежит себе и лежит. Не лает и не кусает. А прогонишь, куда он пойдет? Дядь Саш, а вот это, что за богомолец на мотоциклетке сюда приезжает? Не знаете? Вон там за кустами черный мотоцикл стоит. Да кто же его разберет? Сейчас в церкву кто только не ходит. Народ валом валит. Ну, а часто этот мотоцикл здесь пасется? А я за ним смотреть не поставлен, милый. Понял. А вчера приезжал, не помните? Вчера не было. Вчера были какие-то на джипах. Много. И батюшка долго не выходил. Может, вразумлял. Может, грехи им замаливал. О! Жива! На-ка вот, выпей. Легче станет. Не буду я пить. А чё это мы такие серьёзные? А чё веселиться-то? Вот этот дерётся и телефон не разбил. Да ничего я не бил. Я и сказал, чтоб она не снимала. Пошёл вон. Паша, да всё нормально с её телефоном. Чё с ним сделается? Пошли к ранилу. Вон, как новый. Положи. Свободен. Ай, дебилы. А что это столичным гостям на нашей тихой улочке понадобилось? Что у нас за красоты? Раскрасоты такие. Да. Мне забор ваш понравился. Мы хотим забор на дачу построить. И я решил фотографии сделать и папе отправить. А-а-а. Ну, раз такое дело, забор, да ещё папе. А оставайся-ка ты у меня погостить. Забор он и в Африке забор. А вот за забором у меня редко кто бывает. Нет, я не буду гостить. Мне в отель надо. Что я вам плохого сделала? Да ты чего, красавица? Если бы ты мне что-нибудь плохое сделала, стал бы я тебя как дорогого гостя принимать, а? А-а. Значит, вы так гостей встречаете, да? А-а. Прикольно. А я, походу, и не разобралась. Думала, придушите меня. Да тут в садочке и закопаете. Башка, стреляй! Он за углом, кажется. Иди. Ты снайпер, что ли, а? Снайпер. А-а-а, Атагов, вон, мать его, с Асланом скобонились, валить надо снайпер. Сейчас сюда мусора нагрянут, мало не покажется. Ключи от машины с собой. Торт, девушки, низкокалорийный. Ой, что же вы так долго? Мы вас заждались уже. Сейчас чаю будем пить. Знакомьтесь, Юрий Григорьевич, наш знаменитый земляк, писатель, товарищ из Москвы, из Министерства культуры. Мурашов, Белкин, Хабаров. Очень приятно. Ну, и как там наше министерство? Администрируете потихоньку? Руководите культуркой? А я по хозяйственной части. Там фонды, каталоги, то, сё, пятое, десятое. Вот вы что. А это наша Настенька. Детским абонементом заведует. Здрасте. Узнала про наши дела, и вот отпуск прервала, вернулась. Галь, чашки поставь. Очень приятно. Очень приятно. Видите, Алексей Ильич, у нас и горе общее, и радость общее, не то что в Москве. Вместе жизнь живем по старинке. Вижу, вижу. Ну, а как вы на это смотрите, а? Коньячок, семилетний, феньшампань. Юрий Григорьевич. Светочка, помянуть Петра Сергеевича по-русскому обычаю. Куда едем, снайпер? В больничку нельзя. Завалят меня в больничке на раз-два. Не боись, в больничку не поедем. Да я не боюсь. Пулю надо вытащить. Пулю вытащим, это мы умеем. А вот мозги тебя не вставим. Этого не умеем. Туда. Спецэффекты? Без них не можешь. Нет, интересно, а что я его бросить должна была? Я даже спросить ничего не успела. Создаешь проблемы, время отнимаешь. Как будто у вас и без меня проблем не было. Я им языка притаранила, они претензии выкатывают. Вот вы там, в Москве, как считаете? Вы считаете, библиотеки народу не нужны? Потому что вы там все в Москве с планшетами ходите. И с этими, как их там, гадами? Гаджетами. Во-во-во-во, а книги вам ни к чему. До чего дошло, библиотекари убивать стали. Прямо как книга Чеев в средневековье. Опасаются, стало быть, библиотекари. А кого убивают, простите, я не очень понял. Так Петра Сергеевича. А разве его убили? Он же сам вроде. Убили, убили. Теперь так со всеми образованными будут расправляться, чтобы уж совсем никого не осталось. Что за ужасы вы городите, Юрий Григорьевич? Не слушайте вы его, никто никого не убивал. Нет, постойте, Светлана Ивановна, постойте. А зачем, по-вашему, его убили? Как зачем? Чтобы библиотеку закрыть. В рамках, так сказать, всеобщего оболванивания народа. Куда закрыть? Что вы каркаете? Я, Светлана Ивановна, не каркаю, а говорю, что думаю. Да не будет министерство библиотеку закрывать. Так ведь, Алексей Ильич? Так. Но это он вам сказал, а вы уши развесили. Ну, насчет убили, не убили, я не знаю. Некомпетентен. Это вам в полицию надо. А ваша библиотека сто лет простояла и еще простоит. А вот это не факт. А такой торт вкусный, вы его где, на площади купили? Нет, в переулке. Угу, в переулке. Обыкновенный торт. Вы мне лучше расскажите, как представитель министерства, Алексей Ильич. Ильич. Так вот, как представитель министерства, кому наш директор мешал? Да с чего вы взяли, что его убили-то? Нет, действительно. Вы кого-то подозреваете? А что тут подозревать? Только-только человек собрал вокруг библиотеки культурных людей, детишки сюда стали ходить, взрослые потянулись. Сформировался, так сказать, очаг просвещения, можно сказать. И на тебе, директор помер. Совпадение. Так, господа хорошие, посидели и будет. Юрий Григорьевич, вы идите домой, отдыхайте. А дома работать надо. Угу, угу. Рану просуши и можно заживать. Хорошо. Долго он проспит? Минут тридцать. Только придется переложить его на кровать, со стола он упадет. Ты кофе будешь? Свори, пожалуйста. Ага. Да не сердись ты на нее, Джо. Она так понимает свою задачу. Я не хочу за ней почищать. Это как раз не моя задача. Хабаров ей разрешил вмешаться, вот она и вмешалась. Она развлекается, а я вынуждена с этим возиться. Джо, сколько лет мы вместе? Дашка лучшая в своем деле. Я тоже лучшая. И ты лучший. И Хабаров лучший. И только поэтому мы вместе. Только поэтому? Ой, тапочки. Тапочки. Так я же с собой их взял. Как-то нехорошо грязь с улицы тащить. Вот Светлана Ивановна я видел, переобувается. И у вас под столом туфли стоят. Ну да, мы ж тут с утра до вечера, а в сапожищах не высидишь. И не говорите. А Петр Сергеевич, вот он тоже переобувался? В кабинете-то? Угу. В тапочки. В тапочки. Ганя! Ступай на рабочее место. Да ведь там же нет никого, Светланочка и Ивановна. Придут сейчас. А Алексею Ильичу, если нужно, Настя поможет. У нее в абонементе точно до двух никого не будет. Хорошо. Я могу быть чем-нибудь полезна? Нет, нет, спасибо. Спасибо. Я сейчас тут расположусь и начну потихоньку. Угу. Ну и где же ваши тапочки, Петр Сергеевич? Нету тапочек. Ну, чего там у тебя, рыжий? Ну, чего там у тебя, рыжий? Анастасия? Светлана Ивановна сказала, что вам нужна помощь. Да. Скажите, а вот это что? Это что, не учтенка? Нет, это личная картотека Петра Сергеевича. В каком смысле личная? Ну, иногда он своих читателей сам обслуживал. Это его репрезентативная выборка. Хотел узнать, что народу ближе исторические романы или любовные. Классика или детективы. Угу. Здесь читатели из разных возрастных и социальных групп. Надо же. И что, он сам книжки им выдавал? Тогда как. Иногда это делала я. Хм, ясненько. Ну, что же, Анастасия, нам надо с вами проверить, что из этого есть, а чего нет. И что, а просто из этого нет. Классика с другом. Товарищ генерал, при выполнении оперативного задания избежать прямого контакта с объектом не удалось. Произошла перестрелка, в результате которой полковник Хабаров получил тяжелое ранение. А ты куда смотрела? Виновата не рассчитала. Здесь рапорт. Да на кой мне, Жукова, твой рапорт? Что мне с ним делать, прикажешь? Джахана Затовна! Ему нельзя! Если бы не Алексей Ильич, то меня бы в мелкий винегрет. Так, Бахтаева! А ну, вернись! Где он? Бурденко. 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 Не знаю. Бурденко. Ну, да. Хочешь чаю? Каверин. Открытая книга есть. Двух капитанов нет. На руках? Отлично. Татьяна Устинова. Ковчег Марка. Настя, а вы давно в библиотеке работаете? Всю жизнь. Ну, в библиотеке все жизнь. А в Юрьеве три года. Я ведь из Северодвинска. Так надоело это. Темень, холод. В пуховике все лет. В пуховике все лет. Вот я и решилась. Я пришла сюда перебраться. Здесь тепло. И яблоки. Яблоки, это да. Яблоки. Устинова. Хорошо. Ковчег Марка. Татьяна Устинова. Отлично. А вы что, прям настоящий москвич? Ну, теперь уже, пожалуй, да. Вообще, я из Калача. Знаете, город есть такой. Калач на Дону. У меня там дом свой. Куры, кабанчик. Какая там рыбалка. Ой. Вот один раз, один раз спиннинг забросишь, сразу лещ. Второй раз забросишь. Щука. Вот такая. Не верите? Верю. Вот, сейчас дела у вас тут закончу. И поеду купаться, загорать, уху трескать. Я вам уже завидую. А вы, наверное, расстроились, да, что отпуск пропал? Вы же по путевке ездили? В санаторий, в Светлогорск. Да, по путевке. Но я же все понимаю. А вдруг помощь моя нужна? Так что, когда Светлана Ивановна позвонила, я сразу приехала. А путевка, бог с ней. Не в последний раз. Это точно. Боже, сколько ты бумаги извел. Ну что, не выходит каменный цветок? Не мешай. Машину я спрятала. А у нас есть что-нибудь поесть? А то жрать хочу, помираю. Это к Джо. Джо! Ну что, ты спасла того несчастного, практически убитого до смерти? Или же он помер, не приходя в сознание? Ты очень шумишь. Можно подумать, мы в засаде. Он в моей комнате. Ага. Ну что, пулю тебе вынули, Али Капоне? Дырку заштопали? Джо, а че он молчит? Ему плохо? Мне хорошо. Иди и ешь. О! Спасибочки. Вы с ним поболтали? Нет, и не собирались. Ты его притащила, ты с ним и болтай. Мы и так из-за него полдня потеряли. Лепешка просто ураган. Вот почему ты все умеешь, а я ничего? Ну вот совсем ушки. И не умею, и не успеваю. Ты слишком много и громко говоришь. Джончик, ну какая ты классная, а? Ты и лепешки печешь, и операции делаешь, и в трубаках ковыряешься, а я что? Ничего, просто бестолач. Не подлизывайся. Я на тебя сердит. Значит так, Паша, вопрос один, но очень-очень важный. Мне нужно знать, кто убил директора библиотеки. Или ты еще под препаратом. Джон, сейчас соображает или нет? Зачем ты меня спасла? Ну, чтобы спросить. И все? Ты вопрос понял? Я не знаю. Зря выходит с посла. Да кто вы такие? Пашенька, ну ты прям как ребенок, честное слово. Ну кто ж тебе скажет? Ты подумай хорошенько. Я понимаю, что думать ты не приучен, но… Может, бойцы твои докладывали о чем-то странном? Или на земле твои гастролеры объявились? Напряги, извилины. Ты мне жизнью обязан. Я не знаю, это не наш. Ясное дело, что не ваш. Ты сейчас думаешь или поспать решил? Что со мной будет, снайпер? Я вас наведу и ты меня завалишь. Ох ты ж, господи. Да чего ж вы, бандитьё, о себе заботитесь? Ты, поди Пашенька, в людей почаще меня стрелял. А как до серьезного дошла, только об одном и думаешь, завалят тебя или нет. Бедняжка, ты еще всплакни. Я эту явку вашу спалил. В лицо я всех вас видел. Мне по всем статьям хана. Тебе и без нас по всем статьям хана. А я тебя вывезу. Ну, куда скажешь. Зуб даю. Джо, его можно возить или он должен лежать? Можно. Вот видишь, ты только вспомни хоть что-нибудь. У библиотеки байкер ошивался. Угу. Не наш. Братва его видела. Номера ростовские. Кажется, я не проверял. Ну, вот видишь, уже кое-что. И куда подевался этот байкер? Не знаю. Опять двадцать пять. Да я правда не знаю. На пустыре за киношкой тусуется байкер. Есть там один. Алик. Кликуха Борода. Найдешь его, привет от меня передашь. Может, он что знает. Вот и умница. Молодец, хороший мальчик. Куда тебя везти? Чё-то помирать неохота, снайпер. Раньше как-то всё до звезды было. А теперь неохота. Ну, если неохота, значит не помрёшь. Ну, сколько это ещё будет продолжаться? Сколько раз тебя ещё будут убивать? После задания я подаю в отставку. Я решила, что ты должен узнать об этом первым. Спасибо за доверие. Ты руководитель группы. Начальство я поставлю в известность, как только мы закончим дело. И не осуждай меня. Да я и не осуждаю. Только… Только… Что только? Тебя заменить нельзя. И ты это прекрасно знаешь. Как ты жила без меня? Я жила интересно. Без потрясений. У тебя глаза оловянные. Стеклянные, оловянные, деревянные. Исключение из правил русского языка. Лёш, я больше не хочу жить придуманной жизнью. А у нас нет другой, Джо. Это как в монастыре. Ну, то есть навсегда. И мы с тобой с этим согласились. Много лет назад. Да. Много лет назад. Много лет назад. Куда его? Куда надо? Держи крепче, придурок! Отвечай, мать твою! Че я тебе тот мужик говорил? Ну! Елес, погоди! Как бы он того не отъехал? Да узоровей, чем ты! Подъем! Хорош придуриваться, дед! Крути мозгой! Че ему надо было? Берите, что хотите! Ну, не знаю я никакого мужика! Ну, мало ли кто-то днем ходит! Мужик в пешаке! Ну, не знаю! Отъедет он, вообще ничего не скажет! Ну, все, дед, ты меня рассердил! Че, тебе мало? Еще хочешь? Про собачку он еще спрашивал! Какую собачку? Че ты говоришь, а? На кой его собачка? А-а-а! А-а-а-а! Че ты смотришь? А-а-а! А-ай! Церри, вали ее! Ты кто такой? Ну все. Ага! Тихо-тихо-тихо-тихо! Не пейте. Дедушки! Ну, сил же нет! Помру! Дядя Саш, дядя Саш, это я. Утром, помните, я был около церкви. Я думал, убили тебя. Это они по твою душеньку пригодили. Да я понял, я понял, понял, дядя Саша. Так больно? А вот здесь больно вот так? Да всяк больно! Ну что, в больницу? Сейчас обезболивающее, да? Придется еще потерпеть дедушка. Как там напарник твой? Убили ее? Живой. Сейчас я тебе помогу, дружок. А я говорю, незнакомый мужик. Денежку дал и пошумал на Ане и посупал ногами. Все-все, дядя Саш, все будет хорошо. Все будет хорошо. Слышь ты, эй, эй! Ты, мать твою, чего тебе больше всех надо? Кто к деду послал, урод? Кто урод? Сам урод. Вали отсюда, паскуда. Я же скорешей позову, а они твои кишки, ну, бур, намотают. Сиди на месте, сиди и не дергайся. Кто к деду послал? Два раза спросил, я третий раз спрашивать не буду. Ферд один. Я его не знаю, он бабла дал, сказал дедка отряхнуть, который в церкви сидит. Узнать, что за мужик к нему сегодня приходил. Ферд местный или приезжий? А, без понятия, я паспорт не глядел. Ферд, где должна отчитаться? Ну, я с кем разговариваю, морда? Водорожники. Это чё такое? Пельменная за вокзалом. Когда? Завтра в 12. Документы возьми. А чего тут устроили и без меня? Да, ждай телефон. Угу. Давай сюда ручки, милый. Дежурный? Ай! Не ори ты. Полковник Васильев Олег Петрович беспокоит. Сглавка. Со своим начальством соедини меня. Угу. Товарищ майор Поликарпов? Полковник Васильев, да. Да. Я тут тебе сейчас двоих подвезу. Мои Орлы их с Поличным взяли. А они уже давно в разработке у наркоконтроля. Ну, да. Да при них наркота, при них где еще быть? Все по закону. Конечно. Жди, сейчас буду по-быстрому. Ты чё, мужик? Какая наркота? Да чё мы сделали-то, а? Дедку в зубы сунули. Чё, не убили же? А если бы убили, я бы вас, товарищу майору Поликарпову, издавать бы не стал. А наркота у тебя в кармане. Нет, у меня наркоты. Да там, там она. Ты подзабыл просто. Да там, там она, там, там, ты. Да там, 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 там. Субтитры создавал DimaTorzok Какой ты хороший! Ну, как ты, бродяга? Вы покормили животное? Джо сказал, ему пока нельзя. Да? Макс, ты меня любишь? Ну, не мешай. Пожалуйста. Дядя Саша в реанимации. Я вызвала главврача, он подежурит около него. Даша. А? Что за стрельбу ты там устроила в городе? Так ты же мне сам разрешил вмешаться. Пашу суету до машины довела. Сам уехал. Все, боялся, что я ему пулю в затылок вкачу. Макс. Да? 61. Это какой регион? Ростовская область. Это номер мотоцикла. Подозреваю, что дядя Сашу метелили как раз из-за моего интереса к хозяину этого мотоцикла. Номер надо пробить. Быстро не получится. Доступа к базе нет. Я сделаю. Угу. Джо, а по яду есть какие-нибудь новости? Нет. Пока нет. Очень мало материалов в пробах. Понятно. А посмотри вот на… вот на это. Это что? Щепка из директорского кабинета. Барсик показал. Кто? Ну, библиотечный код. Да ты прям как Дед Мороз. С подарками. А это еще не все. У Цветаева была личная картотека. В библиотеке считают, что так он выявлял пристрастие читателей. Вот здесь, вот это список всех, кто в этой картотеке. Изучи. С паспортными данными. Угу. Макс, как успехи? Расшифровка, я так понимаю, не с места, да? Пока нет. О, Никит Новиков. Я его знаю, он работает администратором в Рейль-Паласе. Это в твоей гостиничке, что ли? Ага. Милый зайчик. Я его засмучала совсем. Зато кое-что информацию вытрясло. Даша, информацию нужно… Знаю, знаю. Проверяй. Ну, на мой взгляд, все проверили и доложили. Давай. Надо же. Она тоже в библиотеку записана. Кто? Вероника Гуськова. Подруга терпила. Я ее сегодня в отеле видела. И, кстати, у нее есть салон красоты свой собственный. Офелия называется. Вон, глянь. Тут весь интеллект в губы ушел. Леш. Это микроконтейнер с ядом. Да ладно. Если слегка надавить, то с этой стороны выходит игла. Ого. Непростые ребята убили Цветаева. Да уж. Непростые – это не то слово. Вот еще. Что? Билеты в кино? В директорском ящике лежали. А вот это я нашел в кармане его плаща. Это клей? Там написано, что это клей. Выходит, что Цветаев с кем-то ходил в кино и собирался что-то к чему-то приклеить. Ну, не собирался, а приклеил. Им пользовались. Поверхность нарушена. Может, он объявление расклеивал? Продаю диван. В хорошем состоянии. Если это его билеты, то с кем он ходил в кино? С женщиной. И у него были с ней доверительные отношения. А как ты это поняла? Клей новый. Им пользовались только раз. Видишь тонкую сетку на поверхности? Да. Этим клеем заклеивали порванный капроновый чулок. Ну, чтоб стрелка дальше не приползла. Занятно. А малознакомому мужчине женщина не признается, что у нее порвались чулки. Значит, нужно установить эту женщину? Макс, в доме у Цветаева были следы женского присутствия? Обо всем, что там было, я доложил. Меня сегодня в библиотеке чаем поили. Я вот все время думал, короче, это был не чай, а как будто веник заварили. Значит, мы имеем три направления. Мотоциклист, люди из картотеки Цветаева и женщина, с которой он ходил в кино. Если предположить, что Цветаев оставил нам билеты, ну, потому что не доверял ей, можем допустить, что она имела отношение к убийству. Нелогично. Если бы он ей не доверял, он не подпустил бы ее так близко. Согласен. Не согласна. Мы исходим из того, что поступки Цветаева выгорены, но почему-то исключаем сбой. Сбой какого рода? Он мог влюбиться. Влюбиться? Агент со стажем. Такое бывает только в кино. Ну, в жизни бывает по-всякому. Весна. Пора любви и грусти нежной, и еще там как-то юности мятежной. Яд в ботинок удобней подложить близкому человеку, это точно. Вспомнил, Леш, здесь у тебя записано некая Елизавета Хвостова. Женщина с таким именем просила меня помочь с картиной Бакста. И это было в тот самый день, когда я получил вызов. Это совпадение? Сомнительно. Надо проверить. Там есть адрес? Да. Луначарского, 46. Вы, извините, вы не подскажете, а какая-то парадная? А какая вам? Мне первая. Ну, вон туда. Спасибо. Ну, вон туда. Вот это я тебе и говорю. Понимаешь, он с ним не присутствует. Он на нас просто поперзет. Понимаешь, что делать? Пока… Извините, пожалуйста, звонок не работает. Я не сразу услышала, что вы стучите. Проходите. В комнату проходите. Чаю хотите? Или кофе? Кофе. Если можно. Конечно, можно. Мы не можем. Мы не пытаемся. ПО-у-у-у-у... Мы не пытаемся. Мы не пытаемся работать. У нас есть будет. Снимать с ним. Он и не хочет. Поехали. Еще один из них, когда я вам попала и этот слой, У нас есть лучшая. Потом театры, музеи под нож пошли Скоро до библиотек доберутся И не говорить Еще десяток лет И вымрет Великая Россия Вон Маршанск Почти вымер Я оттуда родом Все детство там прошло И что мы видим? Алкоголизм Безработица Наркоманы Девушки День добрый Юрий Григорьевич Мое почтение О, душитель культуры пришел Вы мне льстите А мы вот с Юрием Григорьевичем план на лето согласовываем Раньше эти вопросы Петя решал А теперь видите Самим приходится Вижу, вижу, молодцы Алексей Ильич Здравствуйте Хотите чаю? У нас и черный есть, и зеленый И вот сушки И запеканка творожная Я сама пекла Чайку? Ну, можно, пожалуй Зеленый Этот ковер Совершенно особенный Да нет Он просто старый Ему лет двести Да, что вы говорите Это сарандас В Персии такой ковер расстилали при встрече гостей Ну, это дедушкин, и он говорил, что он турецкий Нет, персидский Очень интересно Садитесь А вам с молоком? Нет-нет, спасибо Вы разбираетесь в коврах Я немного понимаю в прикладном искусстве Здорово Ну, давайте я посмотрю И скажу вам, когда я успею Что давайте? Вашу работу Мою работу? Ну да, вам же нужен перевод Нет Мне перевод не нужен А зачем тогда вы пришли? Я пришел к Елизавете Хвостовой Так я и есть Елизавета Хвостова Но если вам не нужен перевод, то... Мне нужна книга Какая книга? Вы взяли в библиотеке книгу Лекции о кураторстве И до сих пор ее не вернули А мне она очень нужна по работе Вот я и пришел За книгой Ой Господи Простите, я не так поняла Книга лекции Да, сейчас, конечно Вы знаете, я ее не осилила Пыталась, но нет Петр Сергеевич, директор библиотеки Мне так и сказал Что сказал? Что, не осилите? Ну что, такие книги без подготовки читать нельзя Так, где же она? А, вот Нашла Ой Да, я без книг прямо умираю Ну, не в смысле, что умираю Просто неинтересно Вот Вы меня простите Я в библиотеке уже давно не появлялась Мне нужно было перевод сдавать А сейчас у них директор умер Так я не захожу Так вы переводчиком работаете? Нет Так Подрабатываю Дома И в картинной галерее Смотреть на дорогу надо, дядя Ты не пьяный, часом? Я пьяный Да я кроя воды вообще ничего не пью Сама она мне под колеса бросилась Начальник Христом Богом клянусь Видеорегистратор есть? Да какой в бурзду регистратор? На что он мне? Я даже по трассе больше шестидесяти не иду Не виноват, я начальник Она сама бросилась Может она психическая? Слушай, дядя Сбил человека на пешеходном переходе Так и скажи Документы твои где? В машине Товарищ командир Что теперь с ним будет? Отвечать будет по закону За причинение вреда здоровью Штраф до пяти тысяч Ну или лишение прав от года до полутора лет Легкий вред, как я вижу, в наличии? В наличии О, мужик дает Не виноват Сама бросилась Ха, деятель Кстати, коленка не болит? Может, скорую вызвать? Нет Нет, ребята, я так не могу Вон у него наверняка дети, семья есть Такой хороший дядечка А его из-за меня с работы попрут Понимаете, я сама виновата Я просто с Пандером ехал в руке Вот, вот так вот Мне надо кисть тренировать Я же художник И он меня из рук выскальзывает И прямо на дорогу А я за ним выбегаю А тут Этот милый дядечка на грузовичке Он меня даже не задел Правда, я сама от страха упала Отпустите его, а Ребят Так, а что с протоколом-то делать, товарищ лейтенант? Нужно протоколов, зачем? Правда, я к нему совсем никаких претензий не имею А нога? А нога вообще не из-за него Я вам не сказала? Меня сегодня чуть мотоциклист не сбил Урод! Вот кого бы я прав лишала на всю жизнь Носится здесь, как сумасшедшие Это точно Ездят, как у гориллы Придурки Сами убиваются И других убивают Во-во Если б могла, лично ему морду набила Скотине Так его ж не поймать Здесь этих рокеров в городе Миллион А номер обидчика не запомнили случайно? Да нет, откуда Хотя Подождите Точно 726 Ага Семерка – это вообще мое число А 26 – это последние цифры моего телефона Да, что ни говори Упадок во всем И в культуре И в искусстве Еще чайку Вот помню, в детстве В театр ходил В Чуз В Маршанских Ну да На кота в сапогах Так какой там кот роскошный был Усище, хвост Я по малолетству думал, что Он настоящий А сейчас сплошная профанация Так тоже искусство, Юрий Григорьевич Тут без таланта-то никак Ой, ой, ой Это я виновата А, ничего, ничего Ничего страшного Мы сейчас его отсюда выводим Светланочка Ивановна Я в полдвенадцатого отойду По делу Вообще, я уже почти все закончил Скоро в Москву буду Ну, может, вы нам скажете, наконец Кто у нас директорствовать будет? Ой, хоть бы Светланочка Ивановна была Да, а ты назначат какому-нибудь невежду? Не скажу, не в курсе Хозяйственное управление директоров не назначает Этим департамент науки и образования ведает Алексей Ильич, почему вы не кушали мою запеканку? Возьмите, я же пекла, старалась Петр Сергеевич очень любил мою запеканку А он... А он один жил? Петр Сергеевич ваш? А? Ну, как сам он? Готовил, стирал, убирал? Ой, мужчина, вы все одинаковые Вам лишь бы за вами стирали да убирали Вот именно Женщина, как была в средневековом рабстве Так и осталась Домашняя прислуга и больше ничего Ну, как это ничего? Вот наши девушки Дома не сидят, на работу ходят Эмансипация Равенство полов Не больно-то вы разбежались наравне-то с нами быть Мы после работы в магазин, потом домой А там вторая смена Обед поставь, всю посуду перемой Да, дети придут в уроки, проверь Вон, Бетя, какой был душевный и понимающий А попроси его грядку вскопать Ни за что не станет Ты еще причин придумает Ну, что же это от него жена ушла? Из-за грядок, что ли? Какая жена? Не было никакой жены Я тогда в библиотеке скажу, что вам книгу отдала Хорошо, а то они будут спрашивать, а у них там строго А вас как зовут? Максим Шейнерман Я запишу, можно? Где-то карандаш был Пожалуйста Шейнерман Подождите У вас тоже книга есть? Веселый век О мир искусниках, правильно? Вы же искусствовед Искусствовед Фантастика Вот так вот запросто Ко мне пришел сам Максим Шейнерман А вы в Юрьеве по делам Или у вас тут родственники? По делам Слушайте Вам обязательно нужно сходить В нашу картинную галерею Она маленькая Но очень-очень Очень замечательная Все непременно Елизавета А вот такое совпадение У меня есть Одна знакомая Коллекционер Фамилия у нее тоже Хвостова Это случайно не ваша родственница? Нет, вряд ли Ну, у меня никого нет Ни племянниц, ни двоюродных Только родители и бабушка А паспорт вы случайно не теряли? А почему вы спрашиваете? Я теряла Я в Москву зимой ездила И где-то там посеяла Целая история была В поезде же надо паспорт показывать Но я как-то выкрутилась Спасибо Спасибо Вы самые лучшие гаишники в мире Да ладно Обидчика вашего пробили по базе Зарегистрирован он в Ростовской области Далековато, конечно Да ничего страшного Теперь я знаю о нем все Не спрячется Помочь донести? Да я вас умоляю Спасибо вам большое Пока Зачетная девочка Москвичка Привет Самокат купил тебе? Добрый день А зачем? Как зачем? Покатались бы вместе Да я как-то никогда и не пробовал Да Садись Нам не положено Да ладно Персоналу не положено выполнять требования гостей Дайте жалобную книгу Да понял 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 Давай-давай Садись Не стесняйся Да скажи Как у вас здесь люди живут? Вот Ты чем занимаешься? В смысле Ну на работу каждый день топаешь За прилавком своим стоишь Как дурак Алина Меня до вечера не будет Хорошо Почему как дурак? У меня английский Я спецшколу заканчивал Ну ладно Не как дурак Ну я не знаю Может ты в кино ходишь Или в библиотеку записан А записан Да А что нельзя? Да Да нет Почему? Можно И что Хорошая библиотека? Обычная Я Так стой Стой Куда пошел? Давай вместе сходим Куда? В библиотеку Я не знаю Я там не был давно Ну Ты подумай И потом поговорим М-м-м М-м-м-м-м-м-м! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алла? Да, минуточку. Алексей Ильич, вас! Угу. Благодарю. Слушаю. Инфа по мотоциклу в почтовом ящике. Хорошо, Дарья Александровна. Я буду послезавтра. Слушайте, это подождет. Всего доброго. Вот вы видите, Москва уже дергает. Угу. Кто там? Господи, ну что ты выдумываешь себе чепуху? Ну, девица какая-то из управления. Секретарша, наверное. Угу. О! Угу. Угу. Брысь. Я тут. Светланочка Ивановна, я это, домой быстро сбегаю, а я, я кота забыла впустить утром, представляете? Я выпустить выпустила, а впустить забыла. Да как же это ты так? Я сама не знаю. У-у-у, ну беги-беги. Ага, спасибо, я быстро. Бестолковая. Ооо. Субтитры сделал DimaTorzok Алексей Ильич, Алексей Ильич, подождите. А я кота забыла впустить. Он самостоятельный, сам гуляет. Его только нужно из подъезда выпустить, а потом обратно впустить, а я вот забыла. А вам в какую сторону? Мне? Туда. А мне, к сожалению, туда. Не по пути. Пойдемте, я провожу вас. Нравится вам у нас? Или в Москве лучше? Ой, у нас хорошо, красиво. А вы в Москве где живете? В центре или на окраине? У нас в центре вот очень красиво. А вы приезжайте к нам в отпуск с женой, с детками. У вас жена и детки есть? Ну, а как-нибудь. Марфуша тринадцать. А Темке на той неделе два стукнуло. Такой бутуз. Ой, я вам фотографии непременно покажу. У меня не с собой сейчас. Детки, это хорошо. Не скучно. Не скучно. Вон наш Петр Сергеевич умер, а близких не было. И деток не было. Скажите, а он всегда один жил? Всегда. Не скучал? Да нет, он книги любил. Читал много, гулял. Гулял? Угу. Гулять это прекрасно. И что, вот ни за кем не ухаживал ваш Петр Сергеевич? Вот прям святой был. Никто не святой. Он за Настей ухаживал. За нашей Настей. Девять слов. Девять. Логарифм, обобщение, ревью, засов, телефон, выселок, сноповязалка, гром, средине. Девять слов. Должна быть связь. Ну что, Макс, все копаешься в своих абстракциях. Пап, Пифагор говорил, числа управляют миром. Миром управляют чувства, сынок. Математика всего лишь аппарат. Прикладная штука, и заниматься ей отдельно от физики, да это просто смешно. Ты копаешься в мертвых формах. Ну и что? Может они и мертвые, зато очень красивые. Ну, это красота без души. Мама, рассуди нас. Идите обедать, спорщики. Вам обязательно нужно сходить в нашу картинную галерею. Она маленькая, но очень, очень, очень замечательная. Очень, очень, очень замечательная. А Светланочка Ивановна говорит, что не было у директора никого. Она не знает, и никто не знает. Они потихонечку встречались. Да, это как же? Еду я, значит, один раз в электричке. Смотрю, наши сидят. Да. Рядышком совсем, думаю, дай я подойду, поздороваюсь. А он ее так нежно за ручку вот так вот берет, как мальчик. Я думаю, зачем лезть? Может быть, у них тайна. Ой. Ну, какая же тайна? Или, может, у вашей Насти муж ревнивый? Нету у нее мужа. Был у нее в военной части какой-то офицерик, но они давно разбежались, она о нем даже не вспоминает уже. Так, ну, однако, однако, сколько же, сколько же у них разницы-то? Ну, вот у Насти и Петра Сергеевича, ну, лет двадцать. Может, потому и прятались? Может. А только сердцу ведь не прикажешь. О, хай, хавар ю, файн? Ты. Не ты, а вы. Милый, прими-ка агрегат и поставь его так, чтобы я его видела, а то тут гопников развелось, не пройти, не проехать. Так, я не записывалась, но я смотрю, вам все равно делать нечего. Мне маникюр, ничего не трогать, просто лаком покрыть. Проходите в зал, пожалуйста. Да уж пройду. Я вот здесь сяду. И капучино принеси. А то пить хочу, помираю. О, а я вас видела. Точно, в гостиничке нашей, у ресепшена. Да бросьте, видела я вас, вы еще в солярий топали. Помните? Ну, помню. И что? Да и все. Слушайте, а тут вообще можно маникюр-то делать? Или лучше не связываться? Вообще-то, это лучший салон в городе. Мы работаем только на французских препаратах. Я сама лично все привожу. Да ладно. Подожди, то есть, это твой салон, что ли? Серьезно? Офигеть. Это я удачненько зашла. Мальчики, собачки, здорово. Паран. Паран. Покушать? Поесть. Туда, проходите, там, бизнес-ланч. Вам что, меню или сразу пивка? Пивка? Ну, можно и меню. Хорошо. Эй, голубых, может, подушечку дать? Алло, Борюша, вам привет, это я. Как? Алло. Да что ты говоришь? Да? Да? Да ладно. Еще раз легся. Здесь не спальный вакон. Либо заказывай, либо давай валя отсюда. Пошел. Меню возьмите. Штука у вас народу маловат. Видно, дорого берете. А сами-то читать умеете? Там все написано. Выбрали? Выбрал. Бизнес-ланч номер два. А вот вместо макарошек пирожечку сделайте. Можно. Да сейчас еще ничего. Под вечер набегут, самое веселье начнется. Счет, пожалуйста. Счетом. Пожалуйста, счетом. Любаш, привет. Никитка. Садись, я сейчас подойду. Я художник. Мне нужны впечатления. А какие здесь впечатления? Ну, солянка в кабаке и что? Хоть в библиотеку записывайся. Я записана. Да ладно. Не веришь? Вот тебе крест. Нет, ну а что такого? Ничего, ничего. Я любовные романы обожаю. Ага. Ну, а зачем тратиться покупать, если можно просто прийти и взять? Мне иногда кажется, что здесь все прям как с меня написано. Как с натуры. Девушки отдыхают. Ага. 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 Пардон, мадам. О, Никита, здорово. Привет. Ага. Обидуешь? Да. Подумал, что надо перекусить. Участки бывают, скажем, запутками особо не разгуляемся, а тут недорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда, голубок? А деньги? Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, а ты чё-нибудь делала себе в Москве? В смысле? Ну, в смысле пластику. Да, да, конечно. Я, я грудь делала, губы делала, нос делала. А уши пока решила не делать. Я тоже грудь и щёки подтягивала, чтобы сколы появились. А с зубами намучилась просто жуть. Зато сейчас какие глянь. Офигеть. Слушай, а ты сводишь меня в библиотеку? Потому что я здесь долго торчать буду, а чё делать вообще не знаю. И я тоже очень люблю любовные романы. Ну, если хочешь, давай сходим. Они книжки мои на тебя перепишут, чтобы не сдавать. Супер, отлично. Потому что на сегодня я вроде приколюху придумала, чё делать, а дальше вообще не знаю. А сегодня чё? А сегодня я пойду потусую с вашими местными байкерами. Говорят, прикольные они. Да что ты говоришь? Не может быть. Да ладно тебе. Ни за что не поверю. Да ты что? От дома, да. Это кто? Певец из Дашкина в ресторанах. Стоп! 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 Женщина, дверь откройте, я из полиции. Стоп! Стой, да стой там уже! Ну что, все? Дальше уже бежать некуда? Загнали, сволочи! Стой! Руку дам! Профессионалы, мать ваша! Джор, Джор! Тихо! Тихо-тихо-тихо! Я решил, что тебе надо поесть. Обязательно. Обязательно. Вот. У меня, конечно, как у тебя не получится. А я и не пытаюсь. Тут насобирал что-то. Тут одно, другое, пятое, десятое. Вот. Ты попробуй эту рыбу. Попробуй. У тебя сразу все пройдет. Как рукой снимет. Это даже не Анадырьское. Это нам из Магадана присылают. А давай я тебе на хлеб положу. А не надо мне на хлеб. А можно и без хлеба. Ее вообще без хлеба надо есть. Да, я без хлеба. Попробуй. Вот. Просто невероятно. А почему? Ну, потому что там же сплошные эти ненасыщенные жирные кислоты. Да, там они есть. И аминокислоты. И, да, и антиоксиданты. Антиоксиданты? Да. Что ты несешь? Вот. Давай я тебе чая налью, а? Я знаю, я знаю, что ты не любишь сладкий чай. Но сейчас тебе чай с сахаром, он просто необходим. И, пожалуйста, не спорь со мной, а? Я не спорю. И не надо. Нет, ну… Почему ты смеешься? Так я тебя не узнал там, в этом баре. Ты когда садилась, у тебя попа так оттопырилась, а там цветы. А ты это разглядел? Ну, конечно. Конечно. Ну, так это же тяжело не разглядеть. Вот. А что ты сделала с его мотоциклом? Свечи вывернула. Ну, как ты поняла, что это он? А у меня дьявольская интуиция. Правда? Нет, я просто увидела человека на мотоцикле. Балбес. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, я действительно балбес. Хе-хе-хе-хе. Еще какой. Зачем он так упорил? Нервы стали. Вот я смотрел на него в баре и думал. Сейчас он сделает глупость. И он ее сделал. Слушайте, а что у нас дезинфекция пахнет? Он что, опять ранен? Ноги. Ну, на серпантине я в повороте. А там, знаешь, под мокрым листиком, вот капельку. Вылетел с дороги, покатился дальше. Кто меня спрашивал? Чего ехал? Надо омать себе. Чего надо, красотка? Покататься хочешь? Слушай, а почему тебя Бородой зовут? У всех же Борода. Пацаны назвали. А тебе что? Да ничего, фантазии у вас нет. Ну, нет. Твою какое дело? А мое дело такое. Паша суета тебе привет передает. Ну и? И говорит, что ты знаешь, кто у библиотеки ошивался, когда директора мочканули. Чего? Чего слышал? Это тебя Паша прислал? Про библиотекаря узнать. Ага. Чего ты гонишь, походу? Борода, ты не быгуй. Ты на вопросы отвечай. Не видел я никого. А, ну ясно. Значит, так и запишем. Паша суета врет. Погодь. Чего ты гонишь, что директора мочканули? Кому он нужен? Он сам коня двинул. Сам не сам. Тебе-то чё? Чё пялишься, нравлюсь? А если нравишься, то чё? А я многим нравлюсь. Пойдем со мной на свиданку. Я щедрый, когда разбухаюсь. Алик, кто у библиотеки крутился? Да сам Пашка и крутился. Поэтому я тебе толкую, что ты гонишь сладкое. На кой ему тебя посылать, если он сам там катался? Чё, прямо в библиотеке и катался? Да. Вечером, когда директор дубу дал, мы с пацанами мимо шли. Смотрю, Пашкин чоппер у забора ночует. Думаю, что он здесь забыл? То есть, самого Пашу ты не видел? Не, не видел. Показать сможешь? Чё показать? Где чоппер стоял? Давай, братюнь, жми их! А может, на свиданку? Гляди, счастье своё проборгаешь! Это ты счастье моё, что ли? А чё? Деткам нравится! Сейчас убери! Свою мать! Свои мать! Субтитры сделал DimaTorzok В ультрафиолетовых лучах с максимальной длиной волны 254 нанометра. Ну что, блохи заели, да? Блохи — это неприятно, но не смертельно. А вот это вот смертельно. Ты хочешь сказать, что ты разбираешься в химии? Да даже я не разбираюсь. Он хочет сказать, что ему нужно пройтись. Вообще-то тебе надо лежать. У тебя ранение. Мне надоело лежать. Он хочет пить. Откуда ты знаешь? Он говорит, а я слушаю. Ты посмотрел на результаты экспертизы? Да. Но я почти ничего не понял. Это яд отложенного действия. Вещество новое, я с ним не знакома. Контактирует с кровными тельцами, активизируется и вызывает паралич сердца. Смерть наступает часов через десять. То есть, Цветаеву и я подложили, когда он пришел в библиотеку? Ну, или дома, когда он пошел на работу. В любом случае, утром. Ой. А происхождение вещества нельзя установить? Нужна стационарная лаборатория. Но могу сказать точно, в аптеке такое не купишь. Так. Давай без резких движений, снайпер. Ты теперь на моей территории. Предупреждаю сразу. Здесь кругом мои бойцы. Дом отцеплен. А если дернешься, я тебя пристрелю, как собаку. Боже, Паша, ну и выражение. А сортир где? Или у тебя там тоже бойцы и оцепление? Ха-ха-ха. Смешно. А. Давай быстрее, шевелись. Зря я тебя спасла. Че? Лежал бы сейчас в морге. Тихо, мирно. И никаких забот. Слышь. Тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас. Я сам. Слышай, снайпер. Дверь открой. По-хорошему, говорю, открой. Ну, че ты ломишься? Ручку сейчас сломаешь. Снайпер, выходи, говорю. Я кому сказал? Ты очередь занимал? А если занимал? За мной будешь. Фу, Паша, мы витоны. Терпеть не в мочь. Простата шалит. В детстве дедушка меня часто на пруд водил уток кормить. Дедушку я любила, а уток нет. Толстые, ленивые. Хм. А я своего деда не видел. Нет, да что там деда? Я отца даже не знал. У старшей сестры, вроде бы, и у меня, значит, был один отец на двоих. А у младшей сестренок разные. Это как так? Да так. Мать нас рожала, привозила к бабке и уезжала. А та нас растила. Тунеядцами называла, дармоядами, безотцовщиной. Но любила. Учебники покупала, тетрадки. Спортивные костюмы. А у Цветаева были романтические отношения с библиотекаршей Хмелевой. Но об этом никто не знал. В городе они не встречались. А билеты в кино? Ну, может, один раз сходили. Но в основном прятались. За дверью подожди. Понял. Слушай, сюда. Мы сейчас с тобой на двоих базарим. Но если я свистнул, пацаны твои кишки на забор намотают. Паш, что тебе надо? Я тебя из-под пуль вывезла и ментам не сдала. И клешню твою за что? Мне надо, чтобы ты сказала, сколько вас. И за каким вы сюда приперлись? Как приперлись, так и свалим. Ты только не мешай. Так в том-то и дело, красавица, что я вам, походу, не очень мешаю. А вы мне очень мешаете. Я сроду на своей земле никого не терпел. И вас терпеть не буду. Я сквозь землю вижу. И на земле моей от меня тоже ничего не удаится. Оно и видно. Тебя чуть в собственном дворе не завалили. Ну да. Ты че, девочка, не поняла еще? Шутки кончились. Я ж тебя раскусил. Я вас собственными руками передушу, сволочей шпионских. Скотина ты, Паша. Почему мы с тобой никогда не ходили в кино? А мы все время были на работе. Или в лазарете. Ой, Джо, таскаться по госпиталям – это часть нашей работы. На заводе носят респираторы. В шахте – каску. А мы иногда лежим в госпитале. И что? Ничего. Каска и шахта – это прекрасно. Только ты никогда ни с чем не считаешься. Дашка спросила тебя, может ли она вмешаться в бандитские дела. И ты ей разрешил, потому что так нужно для дела. А если бы ее убили? А она не маленькая девочка, она профессионал. Нет, Леша, она девочка. И ее нужно останавливать. Но ты сам при первой возможности лезешь в пекло головой вперед. И других это мучаешь. Ты всегда был такой. Из тебя получился бы плохой полководец. Погубил бы всю армию и сам отправился следом. Да пока еще ни разу не погубил. Армия, как видишь, цела. Группа цела, да. Потому что, как только ситуация выходит из-под контроля, ты бросаешься к груди на амбразуру. Джо, вообще-то это наша с тобой… Что, работа? Ну, давай еще поговорим про каски, про респираторы. А ты хоть раз в жизни задумывался, что будет, если убьют тебя? Ну, что, Макс или ты возьмете руководство на себя и закончите операцию. Я не о том, Леша. Со мной что будет? Это худший вид эгоизма думать, что твоя жизнь принадлежит только тебе. И ты можешь распоряжаться ею, как тебе угодно. Но убьют, значит убьют. Джо, послушай меня. Нет, это ты послушай. Когда тебе не приходило в голову умирать, мы с тобой были вместе. А потом ты принимал решение, отправлялся на тот свет, а я оставалась одна. Я вообще-то не специально умирал. Так получалось. Ну, ты ни разу в жизни не сделал ничего, чтоб получилось иначе. Леша, она тебя любит. Ну, так сколько вас? Четверо. Угу. Какая связь предусмотрена? Телефон. Там на первой кнопке специальный номер заведен. Молодец, снайпер. Это правильно. Поживешь еще. Я разгадал послание от Витаяева. Я взял слова, которые были написаны карандашом. Почему? В Хабаров было написано карандашом. Слова такие. Гром, засов, телефон, выселок, логарифм, обобщение сноповизолка. На первый взгляд, закономерности нет. Но если расположить их вот так, смещая каждое следующее слово на одну букву влево, по вертикали получится галерея. Есть еще два слова. Сретенье и ревью. С первым я пока не знаю, что делать. А второй это русская транскрипция английского слова «обзор». И с ним мне все ясно. Значит так. Скажешь своим, что тебя взяли в заложники и требуют выкупа. Понятно? Ага. Ревью. Это анаграмма. Переставляем буквы. Получается Юрьев. Юрьевская галерея. Это что было, а? Конспирация. Шеф сам перезвонит. У Дашки проблемы. Нужна геолокация. Чего-то не торопится твой шеф перезвонивать. Видать, положить ему на тебя. А? Э-э-э, не шали. Я прилягу, ладно? Мне что-то нехорошо. С мотоцикла я упала. Ты меня по полу катал. Чего ему торопиться? Я попалась. Теперь у них проблемы на пустом месте. Угу. Ой. Тяжелая у нас жизнь, Паша. Всем на нас по-ло-жить. Совсем без башни. Чего? Посмотреть за ней? Я сам. Пиво принеси. Понял. Э-э. Снайпер. Слышь, ты не дури. Паша, блин. Ты где? И прям такой, прям, прям аромат. Прям, прям на все улицы. Э-э, ночь пятеная была. Ничего себе. Ты гляди, в каком состоянии твоя книголюбка. Она не моя. Ты лучше посмотри, кто с ними. Паша суета? Угу. Пошли отсюда. Давай, выставись. Тихо, тихо, тихо. И ровно. Ну и зачем он опять нужен? Я еще не все у него спросила. Я знаю, я знаю. Виновата. Потом мне все скажешь. Ничего я не буду говорить. Это не имеет никакого смысла. Максик, ты тоже на меня сердишься? Нет. Подытожим. Наши противники – профессиональные агенты. Один из них – ресторанный певец погиб. Он же, судя по всему, меня и стрелял. Остальных мы пока не знаем. Правда, у нас есть три сотрудницы библиотеки. Светлана Березуцкая, замдиректора, работала еще там до Цветаева. А Анастасия Хмелева, у которой с ним были романтические отношения, работает больше трех лет. Галина Липатова, около года. Когда стало известно об операции «Тролль»? Около года назад. Думаешь, Липатова? Не похоже. А то, что мы ищем, спрятано в художественной галерее. Макс расшифровал подсказку Цветаева. Почти расшифровал. Да ё-моё, ну как так-то? Алик Борода сказал, что в день, когда убили, директора видели Пашкин Чоппер в библиотеке. Ой, да врешь ты все. Не было меня там. Я вообще на этот байк никогда не сажусь. Правильно, Пашенька. На него садится твое подруженце. Вероника. Записала? Ага. Набери меня. Сейчас. Сначала я увидела ее фото на мотоцикле в телефоне. Ага. Угу. А потом Олег Борода мне это подтвердил. А может, это и подруга его была, Вероника. Она любит на его байке поконять. Теперь у меня к тебе вопрос, Паша. Один-единственный. Да ничего я вам не скажу, гниды шпионские. Хоть на куски меня режьте, ясно? Сколько лет ты с ней знаком? Отвечай быстро, не раздумывая. Чё? Паша. Ну, год. А до этого ты видел ее когда-нибудь? Нет. И откуда она взялась? Так с Курска приехала. Салон красоты открывать. Кто тебе сказал, где меня искать? Сивый. Ну, он это, охранником на дверях в салоне у нее стоит. Что ей требовалось доказать? Молодец, Вероника. Ты взял меня в плен. Отвлек от дела, и наш противник выиграл время. Да вы кто такие вообще? Контрразведка ГРУ. Специальная группа. Да ладно. Чё, и бабы группа? Паша, лучше б ты молчал, правда, а то как ляпнешь. Да ну. Да не может быть. ГРУ. Меня чё, завалят теперь, да? Всё, начинается. Я, ну, все ваши лица видел. А наши лица никому не интересны. Они у нас всегда одни и те же. Мы с ними и живем, и работаем. Сделаешь, как я скажу, останешься живым и здоровым. Понял? Понял. Позвонишь своей Веронике и назначишь ей встречу. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Я пришел пригласить вас на свидание. Меня? А что тут особенного? Вы мне понравились, и я приглашаю вас на свидание. Да нет, ничего особенного. С удовольствием, конечно. Я всегда хожу на свидание с малознакомыми мужчинами. Вы обещали сводить меня в галерею. Вот незадача-то, а. Да что ж сегодня, слава богу, что ж вы под ноги себе не глядите, товарищ координатор? Так весна же, Светланочка Ивановна. Сметение чувств, как говорится. Да и в Москву жуть как неохота. У вас так хорошо? Сейчас чайку попью, подпишем с вами документы, и все, на поезд. Уже? А что делать? Мы же, как говорится, люди подневольные. А я вот спросить хотел. Я вот в первый день, как к вам приехал, и вы меня за ревизора приняли. Вы кому-нибудь сообщили обо мне? Ну, наверняка позвонили кому-нибудь. Ну, кому я звонила, никому. Настя сама звонила, так я и сказала, что человек прибыл из Москвы, осваивается. А что, нельзя было? Господь с вами, конечно, можно. Нет, это я к тому спрашиваю, что теперь надо удостоверение на другой манер переделывать. Люди пугаются ведь. Вот смеху было бы, да, если бы вы стали бы названивать в министерство и спрашивать, что, мол, за проверки. А проверок-то нет никаких. День добрый, а я вам, девушки, тортик принес. Вафельный. Ой, а я так вафельные люблю. Где вы учились на переводчик? А я училась на филолога, в МГУ. И что же вы не остались в Москве? Ну, потому что здесь моя семья, а я одна не умею, не могу. Ну и потом в Москве таких, как я, пруд пруди. А здесь я штучный товар. А вы? А, что я? Ну, вы всегда хотели стать искусствоведом? Нет. По образованию я математик. У меня отец работал в ней ядерной физики. Ну и хотел, чтобы я пошел по его стопам. А я выбрал матанализ. И как же он сейчас относится к тому, что вас унесло совсем в другую сторону? Никак. Он умер, его убили. Простите. Привет. Привет. А Паша где? А Паши не будет. У меня к тебе разговор. А я лучше вечером не поем, чем без торта останусь. А я вообще не понимаю, чего вам молодым сдались диеты эти. От них вреда больше. Я лично как не поем, так на людей бросаюсь. А пустой чай он еще больше на еду позывает. А ваша жена какие диеты соблюдает? А все подряд. Вот она новую прочтет в журнале и давай ее соблюдать. Вот хоть и с дому беги. Нормального борща не допросишься. Алексей Ильич. Алексей Ильич. Вас. Хабаров у аппарата. Леша, у нас новая вводная. Понимаю, понимаю. Секунду. Светланочка Ивановна. Вас просят. Твоя очередь. Мой голос она уже знает. Алло. Светлана Ивановна, здравствуйте. Это вас из администрации беспокоят? Как-то раз отец взял на дачу секретные документы для работы. А в понедельник не пришел на ученый совет. Бросились искать, нашли на даче. Документов при нем не было. И мамы не стало через полгода. Это ужасно. После смерти родителей я хотел учебу бросить. Но папины сестры, мои героические тетки Фуфа и Мара заставили меня доучиться до диплома. Не просто до диплома, а до красного. Даже до огненно-красного. Фуфа. Смешное имя. Фаина. Нам сюда. Светланочка Ивановна, что там? Вызывают. Срочно. Видать, новое начальство над нами ставят. Ой, беда-беда. Без Пети пропадем. Не беспокойтесь, Светланочка Ивановна. Может еще и ничего. Может грамоту дадут. Да какую грамоту, Алексей Ильич? Я с вами. Светлана Ивановна, давайте я вас провожу. Галя проводит. У меня мало времени, а нам с вами надо еще раз списки сверить. Да-да, я провожу. Проводите, проводите. Что ж вы торт совсем не поели? А? А зачем вы это сделали, Анастасия? Вроде бы красивая, умная женщина. Они в свое дело полезли. Почему? Вам что много заплатили? Или, может, вам романтики захотелось? А? Вам не понять. Честно говоря, я совсем не понимаю современное искусство. Ну, чтобы разобраться в том, что происходит сейчас, нужно знать античность, раннее, позднее средневековье, возрождение, новейшие времена, живопись церковную и светскую. Много всего. Вы намекаете на дефицит моего образования? Нет, что вы, я совсем не это имел в виду. Ну, ладно, ладно. Вам можно. Вы же искусствовед с мировым именем. Просто мне кажется, что современное искусство – это не совсем искусство. Это мода. Если художник модный, его покупают и все дела. Значит, у художника остается только одна цель – эпатировать и продавать. Все немного сложнее. Искусство всегда было связано с модой. Думаете, Рембрандт или Веласкевс не были модными среди своих современников? Вы меня извините. Я морочу вам голову с своими копеечными умозаключениями, а вы же… Искусствовед с мировым именем. Да. Директора зовут Бруно Олегович, и я предупредила его, что мы придем. Можно? Никого нет? Он сейчас подойдет. А я, когда сказала, что приведу Максима Шейнермана, он решил, что я его разыгрываю. Вам не нравится? Наоборот. Отличная картина. Просто превосходная. Это Илья Кондратьев, наш художник местный. Хотите, я вас познакомлю? Познакомьте. Он ваш возлюбленный? Нет. Почему вы спрашиваете? Вы мне нравитесь? Хотел знать, какие у меня перспективы? Да что вы понимаете? Я жить хочу по-человечески. Ну, так и жили бы. Что вам мешало? А здесь нельзя жить. Здесь можно только выживать. И тухнуть день за днем. Мужиков нормальных нет, зарплаты убогие. Еще эти курицы мокрые вокруг. Озабоченные. Одна Саня недооцененность, другая тем, что ее замуж никто не берет. Кто вас вербовал? Я. Вербовал. О, Юрий Григорьевич. Или как вас там? Эффектное появление. Додумался таки. Не надо. Светлана Ивановна, да вы куда? Ну, постой. Куда? Че, в погоне захотелось, а? Перестрелки, да? Сейчас в новости попадем. Сводки. Все-все-все. Я пожилой человек. Отпустите. Пожилой человек. Вы бы лучше легенду проверяли. В Маршанске нет тюза. И кота в сапогах там не ставили. Я импровизировал. Импровизировал. Правильно я понимаю, что тайник вы не нашли? Вы же Шейнерман. Ну, вы это он или нет? Он. Это я. Вот гость так гость. Бруно Черпухин. Очень приятно. Очень приятно. Какими судьбами? У нас музей достойный, но ничего особенного. И это, я говорю, не из скромности, а со знанием дела. Ведь специалисты такого уровня к нам редко захаживают. У меня здесь знакомый жил в Юрии. Да, Светаев. Директор библиотеки. Не знакомый? Петр Сергеевич, конечно, знакомый. Еще как только. Ведь с ним беда. Вы не осведомлены? Осведомлен. Приехал, вот не застал. Такая потеря, такое горе. Специалист был. Человек достойнейший. Ну, правда, не любим немного, но это ж свойственно всем книжникам. Искусство любил. Он нам вот эту картину подарил. И познакомил с ее замечательным художником. Лизонька, вручай, деточка. Моя секретарша в детском саду. У нее внука выпускной. Надо бы чайок организовать. Я тебе пособлю. Хорошо? Можно и без чая. Мы же так зашли. Познакомиться? Эй, нет, Максим. Мы вас без чая не отпустим. Ну, как такой гость? Нам же разговоры разговаривать. А какие разговоры без чая? Мы сейчас быстренько. Лизонька, давай. Бруно Олегович. Да. Извините, а как эта картина называется? Там же написано. А я сейчас вспомню. Подождите. Сейчас. Сретенье. Вот. Взгляните. С одной стороны снег лежит еще зима, а с другой уже весна. Весна. Весна, как говорится, идет. Весне дорогу. Сейчас чай будет. Но не спустя централизации в плане. Вот так, sometу песня. Сoon-ка. Яд в обувь Цветаеву подложила Анастасия Хмелева. А ранее она подружилась с Вероникой Гуськовой и пользовалась мотоциклом Паши Суеты. При этом она старалась максимально походить на Гуськову, на случай, если ее кто-нибудь увидит. Гуськова отношения к шпионской группе не имела. Мы сделали ошибочный вывод, но все казалось настолько очевидным. Хмелеву завербовал Джордж Райт, опытный агент, который работал на нашей территории под прикрытием еще во времена СССР. Расчет был прост. Хмелева в библиотеке давно. Цветаев питает к ней романтические чувства и вряд ли заподозрит ее в двойной игре. А зачем они убили Цветаева? Ведь закладку-то они не нашли. У них поджимало время, товарищ генерал. С одной стороны, Райт был уверен, что детали операции «Тролль» знают только они, но с другой понимал, что в любой момент о том, что микрофильм у Цветаева может стать известный и нам. Райт рассудил, что если он не может изъять информацию, необходимо уничтожить единственного ее носителя. Тетя Мара! Он приехал! Это в самом деле он! Фуфа! К нам приехал наш мальчик! Фуфа! Я виноват. Но все эти дни я думал только о тебе. Ты негодяй! Я сильно сомневаюсь, что обычный искусствовед может так исчезать, чтобы его не видели и не слышали пять дней. Ты не искусствовед! А кто ж он, по-твоему? Фантомас. В крайнем случае, Штирлиц. Я скотина. Правильная самокритика. Вставай, мальчик мой! Фуфа! Ну? Обними его. Мара, иди на кухню, переверни котлеты. Они подгорают, я чувствую это сердцем. Если ты чувствуешь что-то сердцем, примени нитроглицерин. Мальчик с дороги, его надо подкормить. Я хочу вас вытащить из смрада каменных джунглей. Дать глотнуть свежего воздуха. В этом Альфа и Омега моего нового проекта. Юрьев глазами проезжающего. Браво! Браво! Я же говорю, он голодный. Его никто не кормит. Конечно, никто не кормит. Он же совсем один. А почему ты не женился? Мара, не приставай. Нет, ну ты же не можешь жить один. Надо же с кем-то беседовать. Я только один раз встретил девушку, с которой могу беседовать. Совсем недавно. Ты сделал ей предложение? Нет. Я от нее сбежал. Она живет в Юрьеве и работает в картинной галерее. Так возьми отпуск за свой счет. Поезжай в Юрьеве, в картинную галерею. Я боюсь показываться ей на глаза. Как ее зовут? Елизавета. И она достойна нашей семьи? Она потеряла паспорт. И какая-то авантюристка морочила мне голову, представившись ее именем. Я знаю, таких совпадений не бывает, но так совпало. Даша, мы заканчиваем у тебя встречу журналистами. Смотрите, наслаждайтесь, обсуждайте. Дарья, скажите, пожалуйста, а вы согласны, что чем более удаленной становится коммуникация, тем больше она стимулирует людей к личному общению? С чего вы взяли? А чем еще вы можете объяснить интересы людей к общению, непосредственно происходящему здесь физически? Ну, может, люди просто хотят поговорить? Как? Слава мне. Паша, а ты откуда? Так это я с Юрьевым. И ты чего сюда приперся? Ну, тебя повидать. И на выставку твою. Хочешь, поехали покатаемся. Пашенька, чего тебе надо? Говори прямо. А то ты, когда политику наводишь, шкуры дохнут. Соскучился я. По мне? Не могу я тебя из головы выкинуть, понимаешь? Вот хоть голову открути, а не могу. Я таких, как ты, никогда не видел. Паша, ты чего, влюбился, что ли? Поехали со мной в Юрьев, а? Ну, а как же Вероника? Да дура она. А? У нас не этот, инктили, ин… Ай-кью у нее низкий, короче. Чего ты ржешь, дурак я, да? Ну, вот столичка. Голубчик, ну, я право слова не знаю. Она говорила, что ее пригласили на экскурсию и потом на чай. На какой чай? Куда? Я не в курсе. Я был занят и слушал в полууха, но мне показалось, что она очень торопилась. Подождите, я вам дам ее домашний адрес. Не надо. Я там был, ее там нет. Это безобразие, Юрий Петрович. И другого на звоне нет. Ну, потерпи ты еще немного. Ну, не рви ты из меня жилы. Председатель вы или кто? Клуб построили, жилы не порвали. Теперь возле клуба каждой выходной пьянки, а на больницу средств нет. Ну, так ведь статьи-то разные. Я же не могу из одного кармана в другой деньги перекладывать. Это ж подсудное дело. Придет время, построим и больницу. А пока только на тебя, Надежда. Вон, как к тебе народ тянется. Без оборудования специалистов грош мне цена. Я принимаю роды, лечу зубы, врачу и мелкие травмы, но этого мало. И вообще, я не всегда могу быть здесь. Да знаю я, знаю. Ты, бог тебе, на меня не серчай. И потом, почему без оборудования? Вон, кардиограф тебе выбили. Забирай на здоровье. Я в область напишу. Так и знайте. Ну что, подойдет? Грузчиков, давай идти в машину. Мара, у тебя есть его номер? Боже мой. Какой номер? У нас никогда его не было. Он всегда звонил сам. Ну, хотя бы городской. Да кто сейчас говорит по городскому телефону? Боже мой, ты живешь в каменном веке. Посмотри в книжке. Ага. Так, буква Ша. Что ты встала? Может, мы позволили лишнего? И мальчик по-иному понимает себе. Асим Хаим? Мара, не морочь мне голову. Человек первый раз у нас в доме. Что он о нас подумает? Иди уже. Иду. Алло. Максим? Да. Ты дома? Да, дома. Не верю своим ушам. Бери руки в ноги и неси их к нам. Фу, вы что-то с Марой. С Марой, к сожалению, все хорошо. Спасибо тебе, Лизочка, за смелость, что ты приехала к нам на чашечку чая. Ну что вы, для меня это была приятная неожиданность. А как ты доехала с аэродрома? Ведь у нас таксисты такие жулики. Жулики? Он едет. Мара, ну кому нужен твой чай? Девочка наверняка проголодалась и хочет кушать. Все с дороги всегда хотят кушать. Привет, Джо. Я очень рад тебя видеть. Ты прилетел? Угу. Ты что, не подала в отставку? Ты передумала? Ты же так хотела. Я перевелся из Анадыря. Зачем? Я люблю тебя. А ты любишь меня. В общем, я хотел с тобой договориться. Я не могу тебе обещать, что с нами никогда ничего не случится. И ни при чем тут наша работа, абсолютно. Я могу разбиться на самолете, я могу угореть в бане, может быть все что угодно. Ну правда, это глупая теория. Ну глупая. Мы не можем быть вместе, потому что мы боимся друг за друга. Я так не хочу. У меня одна жизнь. А у тебя? Я точно не знаю. Хорошо. Хорошо, мы точно не знаем. Джохана Азатовна, что грузим-то? Только ящик. Давай, давай. Поаккуратней там. Стоп, 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 стоп. Открывай. Так о чем ты хотел договориться? Я подумал, может пока никто не умер, попробуем пожить. Вместе. А. А что мы можем сделать, если у нас такая работа? Мы же не можем себе придумать другую. Не можем. Ну, а когда я буду свободен, я буду возить тебя по этим, ну, по горам. Помогать лечить детей и малосознательных граждан. Тут с дорогами беда? Значит, будем ходить пешком. А зачем пешком? У меня есть конь, орлик. Я вас познакомлю. Джо, я плохо в седле держусь. Придется научиться. Ну, ради детей я готов на все. Господи, кто это? Я его назвал Барбос. Оригинально Барбос. Иди сюда. Ну, с фантазией у меня плоховато. Значит, ты его забрал? Да. С дядей Сашей договорился. Он, кстати, тебе привет передает. Я его устроил ночным сторожем в библиотеку. Че днать-то? Все у тебя так просто. Так а сложно-то уже у нас было. Да что ж это такое? Ну, и что мне теперь с вами сделать? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...